Девчонки мои дорогие, всем огромнейший привет! С вами снова Таня и сегодня будет видео о моих обновках одежды на весну. В основном это будут платья, но помимо платьев будет еще классное пальто и жакет. Все покупки оказались очень удачными, поэтому мне вдвойне приятнее вам о них рассказать, все показать, все покажу с примеркой на себе. Если вы любите такие ролики, обязательно продолжайте смотреть. В основном сегодня будет одежда с сайта Гипюр. Я думаю, что вы наверняка уже наслышаны об этом интернет-магазине, на них очень много сейчас обзоров на YouTube. И это был мой первый заказ, совершенный на сайте Гипюр. Никогда раньше я с этим брендом не сталкивалась. И могу сказать сразу, я очень приятно удивлена качеством, фасонами, мне все подошло. В общем, все сейчас вам покажу. Хочу сразу отметить по поводу того, как была упакована посылка. Посылка была упакована очень аккуратно, все вещи были сложены аккуратно, мне не пришлось что-то очень долго разглаживать, как это часто бывает с вещами с китайских сайтов. И посылка дошла мне, по-моему, где-то за две недели, может быть, даже чуть меньше. Гипюр, кстати, насколько я поняла, это украинский производитель одежды. Кстати, девчонки, магазин Гипюр предоставляет скидку 15% для моих подписчиков. Прямокод на скидку будет внизу в инфобоксе в описании к этому видео. И начнем, наверное, давайте с пальто. Вот, хотела показать вам, например, как было пальто упаковано. Оно находилось вот в таком защитном полиэтиленовом чехольчике, и оно было с вешалкой. По-моему, это очень здорово. Пальто я выбрала вот в таком темно-синем цвете. На сайте, кстати, цвет этот выглядел немного по-другому. Он на сайте смотрится таким более ярко-синим. Но по факту он такой спокойный, темно-синий. Но это меня, в принципе, не расстроило, потому что мне идут такие темно-синие оттенки. И когда я увидела эту модель пальто на сайте, я сразу же положила в корзину, потому что мне очень нравятся такие модели пальто. Это пальто-халат. Оно без каких-либо пуговиц и молний. То есть оно просто на запах с поясом. И это сейчас в тренде, это сейчас модно. Там большое количество различных расцветок представлено. Есть из чего выбрать. Есть и светлый, и темный. По-моему, такого цвета, как мое платье сегодняшнее там есть. В общем, да, выбор большой. И, кстати, это пальто стоило что-то вообще совсем недорого. По-моему, 3 с чем-то тысячи, что-то около 4 тысячи. Это очень низкая цена, я считаю, для пальто. Здесь в составе 30% шерсти, 70% акрила. У меня нет никаких абсолютно претензий к этому пальто. Сшито хорошо, никаких ниток нигде не торчало. Внутри есть подкладка. Мне очень понравилось. У меня, кстати, все вещи в размере М. Я ношу российский 44-й, и у меня все вещи в размере М. Следующая вещь, это такое платье-водолазка. Я выбирала его для того, чтобы носить сейчас, когда еще достаточно холодно. Ну, в принципе, непонятно, сколько еще эти холода продлятся. В том году и в мае снег был. Поэтому я думаю, что у меня еще будет время его поносить. Я его уже одевала, и оно просто невероятно комфортное. У него очень приятный материал. Оно не слишком обтягивающее, что мне очень нравится. Потому что, да, мне не нравится, когда платье слишком обтягивает мои какие-то жиры. Это смотрится некрасиво. Оно такое, как бы, по фигуре, но при этом не обтягивает то, что не нужно обтягивать. В общем, смотрится очень здорово. Также в комплекте с этим платьем было вот такое вот украшение на шею. И оно сюда вообще отлично подходит. Это такие кожаные шнурочки и большой такой кристаллик с кисточкой из кожаных шнурочков на конце. Следующее платье обалденного такого темно-изумрудного цвета. Я что-то вообще в этот раз по платьям прошлась. Решила, что наступит весна, будет чуть теплее, надо переходить на платье. Потому что практически всю зиму я приходила в брюках, в джинсах. Хочется уже одеть что-то такое более женственное. Поэтому решила именно по платьям пройтись. Что касается этого платья. Здесь материал уже такой синтетический. Он тянется. Нет никаких молний, пуговиц. То есть оно просто продевается через голову. У него также имеется поясок для того, чтобы прикрыть вот эту вот резиночку на поясе. В общем, тоже такое достаточно базовое, универсальное платье, которое и в пир, и в мир. И мне очень понравился вот этот изумрудный цвет. Правда, я не знаю, идет он мне или нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как, на ваш взгляд, со стороны идет мне такой изумрудный оттенок. Или не очень. Но платьем я осталась довольна. Следующее платье уже такого более весеннего оттенка. Оно также, как и предыдущее изумрудное, из такого синтетического материала, который немножко тянется. Платье с расклешенной юбкой. Но в отличие от изумрудного платья, здесь оно по-другому скроено. То есть там юбка пришита как под резинку. Здесь резинки нет. Также у этого платья есть карманы, что для меня всегда большой плюс. Люблю, когда у платьев есть кармашки. И здесь на спинке есть скрытая молния. Это платье мне тоже понравилось. Мне понравилось, как оно на мне смотрится. Мне очень понравился оттенок. Оттенок просто вообще шикарный. Здесь есть на воротничке вот такая вот блестящая брошка в стразах. Но ее можно снять. Я не знаю, она мне, честно говоря, не очень нравится из-за того, что она такого прям желтого цвета. Я, скорее всего, ее сниму и заменю на какую-то другую, такую более спокойную, не слишком желтую. И также в комплекте с платьем был вот такой достаточно широкий поясок, которым можно подпоясаться. И этот поясок, за счет того, что он достаточно широкий, тоже хорошо скрывает какие-то недостатки, которые есть в области талии. Следующее платье такого симпатичного пыльно-лилового оттенка с темно-синими вставками. Здесь вот такие вставочки на талии, которые визуально делают талию уже и фигуру такой более точенной, более стройной. У этого платья уже другой состав. Здесь, по-моему, 70% вискоза, 30% хлопка. То есть оно гораздо более приятное к телу, чем предыдущие варианты. Но это платье для меня оказалось каким-то прям слишком обтягивающим. И я себя не очень комфортно чувствую в настолько обтягивающем платье. Мне кажется, что мне надо еще немножко похудеть, чтобы в таком платье красиво выглядеть. Здесь, кстати, на спине такая достаточно грубая молния, которая практически до попы. Такая длинная молния, не скрытая. Но это, в принципе, придает такую определенную изюминку платью. Я ожидала, что оно будет чуть ли нечем оно есть на самом деле. В общем, не знаю, если я к весне похудею и буду чувствовать себя в нем комфортнее, то, я думаю, оно будет очень часто у меня мелькать в моих аутфитах. Но сейчас пока мне как-то вот в нем хочется, чтобы оно было чуть-чуть посвободней. Следующее платье. Это просто звезда вообще моего заказа. Я в него вообще влюблена. Оно просто потрясающе. Во-первых, цвет, цвет просто шикарный. Это платье длинное, 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 прям в пол. Оно из очень такого приятного материала. И у него есть такая обалденная изюминка. Это спинка, которая сделана из такого очень симпатичного, нежного черного кружева. Вот этот вырез из кружева на спинке достаточно глубокий, но при этом не слишком. И оно не выглядит как-то очень по-вечернему или как-то слишком вызывающе. Еще здесь на рукавчиках тоже есть вот такие красивые черные кружева. Внизу юбки по бокам есть небольшие разрезики, не слишком глубокие. У этого платья такая спущенная линия плеча, рукав, летучая мышь. Смотрится просто шикарно, на мой взгляд. Я от этого платья в безумном восторге. Мне очень нравится, как я в нем выгляжу. Оно очень приятное к телу. Оно красивое, нарядное. С одеждой сайта Кипюр все. Осталось у меня пару вещичек с сайта Шиин. Это уже китайский сайт. И первое это вот такое платье. Оно тоже в пол. Но в отличие от предыдущего платья, оно уже такое более легкое. И знаете, что меня удивило больше всего в этом платье? Это материал. Потому что это абсолютно натуральный материал. Это хлопок. И для китайского сайта это очень удивительно. Потому что у них редко бывают вещи из натуральных материалов. Очень приятное к телу. Но оно тоненькое. И носить я его смогу уже только тогда, когда потеплее. В отличие от одежды с сайта Кипюр, здесь все-таки есть какие-то ниточки, которые торчат. И которые надо отрезать. И на шовчиках много ниток торчит. Ну то есть да, китайские сайты, они не без греха практически на всех вещах что-то отрезать да придется. Вот на рукавах здесь есть. Ну в общем, есть что поотрезать. На спинке у платья идут такие небольшие пуговички. Платье это у меня, кстати, в размере L. У китайцев я всегда беру на размер больше. Потому что у них одежда маломерит. И вот эта L-ка, это прям такая конкретная M-ка. Здесь резиночка на талии. И по подолу никаких разрезов нет. То есть юбка здесь такая сплошная. В целом платье неплохое. Я пока еще не придумала, как и с чем я его буду носить. Наверное, с кожаной курткой, с грубыми ботинками. Мне кажется, так оно будет смотреться достаточно стильно. Следняя вещь на сегодня это жакет с сайта SHEIN. Я заметила, что сейчас такие жакеты в тренде. Потому что очень много где они продаются. И мне тоже захотелось попробовать что-то подобное. Он такой симпатичный, светлый расцветки. На весну самое то. По краю здесь идет цветная бахрома. На нем нет никаких ни пуговичек, ни молнии, ничего. То есть он не застегивается. Качеству, кстати, у меня вообще никаких претензий не возникло. Вот в отличие от платья, здесь ниток, по-моему, нигде нет. Но я, по крайней мере, не вижу так вот сходу, что здесь есть какие-то нитки. Все швы очень хорошо обработаны. Вот таким вот образом. То есть ничего не махрится, никакие ниточки не выпадают, не лезут. Жакет этот мне понравился. Вещь достаточно универсальная. Если одеть его с какой-то юбкой-карандаш, с блузкой, с рубашкой, то будет уже такой строгий деловой вид. Можно одеть с джинсами, с кедами. Будет смотреться уже абсолютно по-другому. Очень симпатичная вещица. Думаю, что весной будет у меня в ходу очень часто. Ну что, девчоночки мои дорогие, на сегодня все. Буду закругляться. Надеюсь, что видео вам понравилось. Ссылки на все вещи я, конечно же, обязательно оставлю внизу в инфобоксе. Буду очень вам благодарна, если вы напишите в комментариях, какие из вещей, на ваш взгляд, мне идут больше всего. Спасибо, что смотрели это видео. Не забывайте подписываться на канал. Желаю вам отличного дня, прекрасного настроения. Всех вас целую. Пока-пока, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok